Вот такой водой мы пользуемся в данный момент. Но ей нельзя пользоваться, поэтому кто как может выживает и сколько нам еще терпеть, неизвестно. Воду в трехлитровую банку набрали не из ближайшего пруда или лужи, как может показаться на первый взгляд. Это водопроводная питьевая, говорят жители деревни Дмитриевка. Течет такая в каждом доме еще с марта, вспоминают местные. Естественным цвет этой жидкости назвать нельзя. Да и лабораторные анализы. Качественной воду тоже не назвали. Если по нормам вода, содержание железа у нас должно быть 0,3 миллиграмма на кубический дециметр, а у нас 16,8. В 56 раз норма превышает содержание железа. Официальный тариф за такую воду 30 рублей за кубометр. Добавляем расходы на фильтры, которые забиваются уже через два часа после установки. Сумма в итоге не маленькая, но деньги, похоже, уходят в трубу. Местные жители даже знают в какую. Сама магистральная труба, она порвана. А насос глубинный, он качает со скважины, качает насос, гонит воду по трубе и через эту же дыру размывает грязь, песок и гонит ее в трубу. И вся она пошла к нам. Александр Найденов староста деревни. Из-за вот этой мутной субстанции у него сломались уже три насосных станции. Цена каждой 10-12 тысяч рублей. И это еще недорогие. Вот от такой воды ужасной вся новая шторка, просто вся ржавая стала. По обочине идет ваня. Вот это вот все, все ржавое. Вот вода. Даже это я с хлоркой все отмывала. Ничего уже не отмывается. С такой проблемой жители Дмитриевки уже обращались к руководству водоканала Рязанского района, мастерам участка. Те обещали приехать и посмотреть. В принципе, говорят местные жители, слово свое сдержали. Просто приехали и посмотрели. Проблему не решили. Мы боимся еще у нас котлы у всех. И там фильтры все уже. Если вот такие вот фильтры идут водинистые, то в котле там уже, наверное, большой толстый слой этой глины. И нам придется либо мерзнуть зимой, вызывать газовщиков, либо не знаю, как дальше быть. Местные намерены обратиться с заявлением в региональный Роспотребнадзор и прокуратуру. Говорят, сил терпеть больше нет. Руководитель Рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей человек Олег Попов подтверждает. Шаг этот правильный. Применение закона о защите прав потребителей дает какие плюсы? Во-первых, они не платят госпошлину при подаче иска в суд. Неважно, где будет зарегистрирована данная организация, поставляющая некачественную воду, вы имеете право, уважаемые телезрители, обращаться в суд по месту вашего жительства. При этом доказывать факт того, что вам причинили нравственные страдания, не стоит. У вас есть на руках заключение, подтверждая, что вода не отвечает требованиям качества и безопасности. Но каковы размеры компенсации морального вреда? Здесь по-разному подходят судьи. Это могут быть и 3, и 5, и 30 тысяч компенсаций каждому члену семьи. По номерам, которые оставили местные жители, нам удалось дозвониться до начальника производственного участка. Он заверил, что проблему решат в ближайшее время. Должна поменять сейчас вода на хорошую. У нас просто там клапан чуть один подгнил и поломутил в этой башне воду. Когда поменяется? Вот сейчас сделали там. То есть вот буквально сегодня уже у жителей будет хорошая вода? Ну я думаю, завтра, да. Сейчас она чуть промоет систему. Евгений заверил, что с новым клапаном подобная ситуация не повторится. Но сомнения у людей остаются. Все-таки ржавчина течет у них уже восьмой месяц. Да и сама водонапорная башня в Дмитриевке уже вся в заплатках. Из металла, который приносят местные жители. Остается только верить в прочность этих заплаток и стального терпения жителей Дмитриевки. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город.